всем большой привет и добро пожаловать на мой канал что-то меня вдохновилась записать видосик вам и собственно воля хотела с вами обсудить тему налоговая декларация да я конечно понимаю что это должно выглядеть так официально там человек в пиджаке я не знаю там дальше такое но нет ни на этом канале не на этом канале этого не будет в общем суть а если вы микро стокер уже микро стокер это уже хорошо в общем надо заполнять налоговую декларацию что такое налоговая декларация на самом деле звучит звучит гораздо страшнее чем есть на самом деле это исключительно на для микро стока на для микро стока для их официальной отчетности и так далее то есть как это все делается вы просто заходите во вкладку на всех стоках делается одинаково заходит на вкладку там заполнить налоговую декларацию там подать оформить и так далее правило вас прям сам сток посылает там красной ссылкой на полните налоговую декларацию мы переходим по этой ссылке там выбрать пункты первое что я не резидент сша то есть я не гражданин сша и налоговая форма наши называется по-моему в в общем я вот тут напишу а до в 19 20 в общем напишем здесь она всегда называется одинаково заполняем именно ее и там на самом деле пункты которые это буквально там имя фамилия имя фамилия ваша ваш адрес дата рождения подпись электронная подпись если допустим там в адопт даже спросит электронную подпись дата заполнения написать что я опять же не резидент иногда просят ваш и ннн но это совсем редкость вам депозит просит ваш и ннн то есть ваш налоговый номер до вашей страны и все и в конце еще раз подтвердить ваша фамилия имя самом деле это все что от вас потребуется на всех стоках она заполняется одинаково на всех стоках может быть немножечко поля отличаются но принципе везде одинаковые это как бы самая стандартная форма которая заполняется стокерами на стоках бояться этого не надо и она заполняется ежегодно то есть прошел год там вы заполняете налоговую декларацию лучше не откладывать этот момент не откладывать не бояться я просто помню в свои чувства когда наполнить налоговую декларацию я облазила весь google пересмотрела все сайты там повторила там тут тысячу там инструкций и я очень боялась самого названия налоговой декларации уж не знаю почему может потому что я не совсем а-ля легально там сколько я вот не читала вот стокерам вроде как не надо отчитываться о своих доходах как физическое лицо все равно остается какая-то такое ощущение что вот я что-то там укрываю налоги там и так далее самом деле нет ничего такого нету налоговая декларация на стоках с этим вообще как бы не очень связано и в своей стране подать налоговую декларацию это совсем-совсем другая история и будучи микростокером как бы не совсем надо это делать даже по моему но вы не и плевого даже нас по закону такого пока что не предусмотрено чтобы там физлицо там подавала в общем декларацию своих доходов в москве что такое ввели что именно просто физлицо там еще вы няня и вы хотите отчитаться по налогам да там ли вы таксист или вот вы художник как в случае нас пока что такого нету поэтому ничего не надо бояться налоговую декларацию допустим в своей стране можно подавать уже если вы на работаете на базе фриланса и у вас цвет на свой доход и вас какой-то там за и п или еще что-нибудь я не знаю вот тогда да вы подаете как бы налоги отчитываясь там и так далее для микростокера это как бы по моему вообще не обязательно то есть это как бы но не надо этого делать и налоговая декларация на стоках это исключительно такая стоковая тема это они там для себя общем берут какую-то отчетность надеюсь я разъяснила пояснила надеюсь это видео было кому-то интересным полезным и так далее пишите как у вас дела периодически я наверно буду возвращаться как-то снимать такие видосики знаете длится своим каким-то опытом что я вообще делаю и у меня вообще там не там планы что я планирую делать дальше чем я занимаюсь новый год новые планы до новые победы я надеюсь они будут я смотрю всякие там достигаторство целеполагание там все такое в общем я написала себя список этих самых желаний и желаний на или планов или мечте не за типа что я что я жду от этого года в плане там наверное именно какой-то профессионализации да ну и вообще лично решили ну и прям лично и но вот такой какой-то в общих чертах чего я вообще ждут этой жизни чего я хочу там как бы ну не лишняя да мне показалось написать такой типа план и не знаю сколько это план вот может быть я даже сниму какой-нибудь видосик если мы наберем давайте я ни разу такого не делала но другие так делают если мы наберем допустим 100 лайков там у меня не такой большой канал там 100 лайков если наберем я сниму видосик от каких целях я написала свой план то есть какие цели в плане карьерного какого-то роста в плане какой-то такой дизайнерской мысли я хочу развиваться в этом году очень сейчас будет страшно если я даже стола и не заберу мне прям вообще очень-очень так будет я буду вообще мне кажется в депрессии ну да ладно у меня еще канал такую какую-то стагнацию переживала изо всех моих там депрессии и кризисов я все редко выкладывала видосы вот надеюсь остались такие дали самые живучие на моем канале которые смотрели мои видео несмотря ни на что несмотря на весь тот бред порой который я не сладко связаны со своей там какой-то знаете там я не знаю в чем смысл моей жизни вот очень да если соберем 100 лайков а я надеюсь мы попробуем их собрать то я сниму следующий видосик просто какие мои дальнейшие планы развития было творчества они могут конечно же не получиться главное написать и все всем спасибо за внимание и встречи в следующих видосиках всем пока